МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Игнатьев принял участие в пленарном заседании форума «Укрепление доверия в эпоху преобразований», который провел президент России Владимир Путин. На форуме также прошла презентация первых результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата российских регионов. Оценка инвест-климата проводилась в 21-м субъекте федерации. Рейтинг призван оценить эффективность усилий властей всех уровней по улучшению ведения бизнеса в регионах. Предполагается, что рейтинг станет не только измерителем этих усилий, но и действенным инструментом выявления и распространения лучших практик по работе с инвесторами. Сегодня же глава Чувашия подписал соглашение о сотрудничестве с губернаторами Костромской и Архангельской областей, с ректором Московской школы управления Сколково. Все те мероприятия, которые были запланированы, мы провели. Все эти документы и с регионами, и со школой Сколково тоже подписали. Сейчас буквально недавно закончилась пленарная часть, где Путин Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, выступал. По перспективе инновационной привлекательности и по рейтингу регионов Я удовлетворен, одним словом, с однодневным пребыванием на данном экономическом форуме. Стоит приезжать, ибо кроме всех тех официальных еще мероприятий, ряд таких встреч были проведены, рабочих, с федеральными министрами, федеральными министрами. Ну и буквально сейчас, минут 10 назад, был разговор с представителем управления ОАГ «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером. В дальнейшем в нашем сотрудничестве по достроительству для ДОВД. В будущем году страна отметит 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. И подготовка к этой значимой дате началась уже сейчас. Сегодня председатель правительства Чувашии провел заседание Оркомитета. Основные торжества по обыкновению пройдут в столице. Сам глава администрации города Алла Салаева рассказала, что концепцию праздника и сценарный план уже начали разрабатывать. В Чебоксарах пройдут конкурсы сочинений среди школьников. Музеи и архивы представят передвижные выставки. Планируют установить мемориальные доски землякам-участникам войны. В рамках концепции по празднику на следующий год мы, конечно, делаем акцент на те традиции, которые есть в нашем городе. И более масштабно будем подходить с точки зрения организации главных мероприятий. Это коснется и Красной площади, и исторической части города Залива, и Парка Победы. Разрабатывается концепция оформления городов, в которую будут входить наружная социальная реклама, ландшафтные и флаговые конструкции. Уже осенью этого года стартуют вахты памяти по реставрации, ремонту, приведению в порядок памятников, обелисков погибшим защитникам Отечества, мемориальных досок. Мы выходим с инициативой. У нас традиционно есть весенние экологические акции, есть осенние. И для того, чтобы вся эта работа не легла таким временем на следующий год, начать эту работу уже в этом году. В Чувашии сейчас проживают около двух тысяч участников войны и тружеников тыла. Министерство здравоохранения и социального развития регулярно проводит диспансеризацию и медобслуживание ветеранов. В большинстве случаев это проходит на дому. Алла Самойлова рассказала, что в течение года для всех ветеранов Великой Отечественной будут организованы плановые госпитализации и обследования. Татьяна Молокова, Олесь Русакова, Евгений Анисимов, Республика. До свидания, школа. Более 18 тысяч выпускников школ сегодня и завтра скажут эти слова. В республике проходят последние звонки. Наша съемочная группа побывала в столичной школе номер два. Эти 11 лет очень быстро прилетели и очень много меня научили. Здесь я встретила своих лучших друзей. Для 38 выпускников средней школы номер два сегодня произвенел последний звонок. Всего же в столице 6,5 тысяч школьников прощаются с учебными заведениями. Из них 2,5 тысячи – 11-классники. По традиции старших поздравили малыши. Упускникам любимой школы наш славянный большой привет! А затем звук традиционного колокольчика известил выпускников о том, что теперь перед ними открыты все дороги. На этот прекрасный весенний день хочу вас поздравить с окончанием учебного года. Упускникам пожелать успешной сдачи экзаменов здесь, в школе своей родной. Чтобы поступить в хорошие вузы и шагать дальше в жизни. Радуя своих родителей, чтобы школа гордилась за вас, чтобы вспоминали вас учителя. Это прекрасное время для выпускников, которое называется школьными годами. Для вас она завершается. Но я надеюсь, что память, любовь к своему учебному заведению, к своим учителям вы понесете через всю жизнь. Уже в понедельник начнутся первые выпускные экзамены, которые в этом году пройдут с беспрецедентными мерами контроля. А 23 и 24 мая в Чувашии запрещена торговля спиртным. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Ну а школьники помладше заинтересовались деятельностью депутатов. Для чего нужны законы и как их создают. В Государственном Совете Чувашии на экскурсии побывали воспитанники Порецкого детского дома. В Порецком детском доме председатель Госсовета Чувашии побывал еще в апреле в рамках единого информдня. Теперь настало время ответного визита. В главные законодательные органы Республики приехали 30 ребят. Кого-то из них времени для выбора жизненного пути еще много. Ну а кому-то определиться придется уже в этом году. Кто-то из вас будущий депутат тут. Я уверен, кто-то из вас будет. Может даже председателем Госсовета или каким-то министром. Мештаете же быть начальником, так ли? Кто-то военным. Кто-то военным. Вот заранее, конечно, надо думать, мечтать, учиться надо, спортом заниматься. И тогда вот такие достичь можно таких высот. Вернется ли кто-нибудь из них сюда уже в качестве депутата или сотрудника аппарата, пока, конечно, говорить рано. Много нового для себя ребята узнали точно. Ну а на десерт в конце визита гостей сводили туда, где побывать удается немногим. На смотровую площадку дома правительства. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Чебоксарский международный кинофестиваль подходит к концу. Уже завтра пройдет торжественная церемония закрытия. А сегодня состоялись последние конкурсные показы. Представляясь картиной диалоги и жажды, в столицу Чувашии приехали исполнители главных ролей. На этих сеансах побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Насколько это важно, быть услышанным своими близкими и тяжело ли осознать, что люди, которым ты доверяешь, больше всего попросту перестали тебя понимать. У каждого героя этого фильма крик души. И все они пытаются найти ответы на извечные вопросы. Диалог сына и умалишенного отца, наивно верящего в то, что его жена ушла за покупками. Хотя она умерла. Диалог лучших друзей о цвете глаз и запахе человеческого тела. Диалог девушки и ее старого знакомого, который потерял все и оказался на краю пропасти. Авторы говорят, что героям этой картины невозможно не спереживать. В качестве сценария выступили мои ранние театральные тексты, просто переработанные. Больше как бы для кино адаптированные. Мне кажется, что в этом фильме удачно все получилось. То есть сделать они неутомительны, ничего не провисает. Пять совершенно не похожих друг на друга диалогов. Каждый рассказ – это полноценная история о судьбе человека. Воплощать такие образы артистам было непросто. Хотя на роли одной из новелл режиссеру утвердило не просто коллег, а двух лучших друзей. Наверное, гораздо проще найти какие-то общие мысли и уже сыгранные. Поэтому нам было несложно работать. А картину режиссера Дмитрия Тюрина каждый зритель сможет прочитать по-своему. Кто-то увидит кино о войне, а кто-то о дружбе и любви. Герой этого фильма стал инвалидом в Чечне. Вернувшись домой, он пытается найти себя. Костя живет один и боится мира за окном. Но все меняется после того, как без вести пропадает его боевой товарищ. Актер Роман Курцин сыграл в этой картине одну из главных ролей. Говорит, что после просмотра фильма многие зрители изменят свое отношение к участникам локальных конфликтов. Главная история в нем – это надежда на то, что все-таки мы все не с каким-то гранитным камнем внутри вместо сердца, все-таки становимся людьми. И в этих пацанах все-таки остается душа, несмотря на их изъяны тела, они являются людьми. Получат ли эти картины заветные статуэтки, станет известно на церемонии закрытия. Грам-при удостоится только одна из 12 лент. Члены жюри готовятся сделать выбор. Интрига раскроется очень скоро. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Сегодня же чебоксарские зрители увидели на больших экранах документальный фильм «Волчий след» в истории России. В гости к зрителям приехал народный артист России Александр Иншаков. Эта картина посвящена чеченцам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Героями фильма стали защитники Брестской крепости, военные летчики, моряки. Хотя многие факты об их подвигах долгие годы были скрыты в архивах. Авторам удалось рассекретить документы. Но съемочная группа попыталась найти ответы и на другие вопросы. Когда перестанут проявлять неприязнь во взаимоотношениях русских и чеченцев? Как изменить стереотипы? Об этом в фильме рассуждали известные артисты, спортсмены и музыканты. Это разные поколения. Это и молодые люди, и люди более старшего возраста. Всех их связывает любовь к родине, так скажем. Да, вот сейчас мы видим, допустим, что касается Украины. Кто первые, так сказать, одними из первых выступили, так сказать, в защиту? Это были русские, чуваши, чеченцы тоже. И хотелось бы еще раз отметить, да, отметить, что мы все вместе. Тема на самом деле специфическая. И по большому счету до сих пор такого плана фильмов еще не было. Потому что даже когда мы представили ее на этом фестивале в Чебоксарах, очень долго люди не могли понять, в каком разряд каких фильмов отнести. Ни документальный, ни художественный, ни игровой. Вот, так что... А вы сами можете сделать фильм? Просто хороший фильм. Но в ближайшие годы Александр планирует провести в Чебоксарах и масштабный фестиваль «Спорт всем миром». Это фестиваль о людях, которые совершают общественно значимые поступки. То есть, геройские поступки или какие-то важные для общества. И этих людей мы находим, оценивает его некая группа людей, эти поступки выдвигает на номинацию. И известные спортсмены, которые нас поддерживают в этом фестивале, приезжают и самолично вручают эти премии, национальные премии. Ах, лето жаркое! Любил бы я тебя, когда б ни зной, ни комары, ни мошки, сетовал великий русский поэт. Жил бы он в наши дни, глядишь, его любовь ничем бы не омрачилась. Сейчас существует огромное количество разнообразных средств от комаров. А в крупных городах проводятся специальные санитарные акции. Третий год подряд в Чебоксарах травят комаров. Обработка территории происходит в скверах и парках города. Эти мероприятия традиционно проводят в мае. На сегодняшний день обработаны практически все места, где отдыхают наши горожане. Это основные скверы и парки. В Калининском районе уже 100%. В частности, вот парк Победы, аллея искусств, ДМЦ, детский медицинский центр, дом быта. То есть вот те места, где у нас горожане бывают чаще всего. Обычно дезинсекторы опрыскивают парки в ночное время, чтобы не мешать горожанам. По заверениям специалистов, не приносит вреда людям и сам препарат. В своей работе мы используем препараты четвертого класса опасности, которые не представляют опасности для человека и для теплокровных. Они действуют только на насекомых. Препарат немецкого производства. Препарат действует в течение одного-полутора месяцев. Убивает и отпугивает он не только комаров, но и клещей. Снимая сюжет про комаров, нам, конечно, нужно было подснять самих этих насекомых. Но после обработки территории специальным препаратом мы, как ни старались, не увидели ни одного комара. Интернет-сообщество пристально следит за ходом Чебоксарского международного кинофестиваля. Посты о событии появляются в ленте несколько раз за день. Но это далеко не единственная тема, волнующая блогеров. Что обсуждали на форумах на этой неделе, расскажет Анастасия Алексеева. Теплое время года – пора отпусков. Большинство жителей Чувашии планируют отдохнуть за границей. Самые востребованные курорты среди участников опроса – это побережье Черного, Красного и Средиземного морей. Российские пляжи оказались вторыми по популярности. А одна пятая часть опрошенных признается, что отпуска им в этом году не видать. Летом отпуск не беру, не представляю, куда можно поехать летом. Где-то жара, где-то ураганы, где-то сезон дождей. Где-то мне просто неинтересно. Так что летом работать. В деревне, конечно. Какой дурак придумал летом ездить на море, если в России жара? Нарочно поеду не в Европу, а в Крым. Не буду кормить этих бородатых. А пока форумы наполнены легкими темами, в живом журнале блогеры задумываются о своем предназначении. Карен Шахназаров на пресс-конференции, посвященной 7-му Чебоксарскому международному кинофестивалю, заявил – за блогерами будущее. Сегодня блогосфера – это сообщество свободных мнений. Такая позиция чебоксарских блогеров, несомненно, порадовала. С воздействием интернета на общественную жизнь связывают будущее и гражданского общества. Как бы государство не собиралось контролировать интернет, не стоит забывать о правах и свободах граждан. В продолжении темы контроля за интернетом. Федеральное правительство задумалось о введении должности уполномоченного по делам интернета. После принятия закона о блогерах, эта инициатива вполне оправдана. Станет ли омбудсмен надеждой сообщества или лишь номинальной должностью – вопрос открытый. Пока данная должность выглядит улыбательно. Это как с правами человека. Уполномоченный есть уже 20 с лишним лет, а прав у граждан меньше с каждым годом. Взять хотя бы рейтинг свободы слова. Уверенное движение на дно. 26 мая в России отмечается День предпринимателя. Указ о праздновании был подписан в 2007 году. Торжественное собрание, посвященное этому празднику, прошло сегодня в Чебоксарах. В филармонии собрались самые эффективные представители малого и среднего бизнеса. Именно они, создавая собственное дело в городах и районах, дают рабочие места, платят налоги и создают экономическую базу на своей территории. А неофициальная часть праздника прошла на Красной площади. Известные предприниматели вспомнили молодые годы и взяли в руки рок-гитары. Сразу после нашей программы интервью по существу. Министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Ефимов расскажет об особенностях Чебоксарского международного кинофестиваля и об участии в нем фильмов из Чувашии. Такой была пятница глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА